Доброе утро всем тем, кто начинает вместе с нами новый день, Екатерина Славянская, Дмитрий Степанищев. Мы приветствуем вас в нашей студии и сразу переходим к интересному разговору, который, мне кажется, актуален для многих. Выйти из отпуска по уходу за ребенком на работу всегда проблемой, потому что за полтора, либо за три года теряются навыки, теряются знания, потому что изменились и законы, и не было давно никаких действий, которые бы приводили к получению зарплаты. Как вернуться на рабочее место во всеоружии? Спросим у Николая Зародова, начальника управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края. Николай Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Давайте сразу. Вот программа по переподготовке, по дополнительной подготовке мам, которые в отпуске по уходу за ребенком. Она когда стартовала на Кубани? В 2007 году Краснодарский край был пилотным проектом в Российской Федерации. Отрабатывалась схема, механизмы реализации этой программы. И в 2012 году в закон о занятости были внесены изменения, и мы успешно реализуем это направление. Все успешно прошло, да? Да. Дело в том, что сам механизм, и сегодня в рамках действующего законодательства о труде, сам работодатель обязан, собственно, повышать квалификацию своих работников. А как это происходит? Ну, я не знаю, там, вот у меня жена, допустим, сидела, ухаживала за ребенком, просидела дома два года. Дальше что? Она приходит на работу и говорит, я вот планирую выйти, и ее отправляют к вам. Или она приходит к вам? Нет, ну, сама женщина никуда не приходит, она ухаживает за ребенком. Мы изучаем проблему самих работодателей прежде всего, а потом в следующую ступень проводим опрос женщин, которые находятся в отпуске, зная, где она, кто и конкретного работодателя. Он говорит, кто ему нужен, то есть какую квалификацию надо повысить, в какой отрасли, либо увеличить знание программного продукта, либо законодательно. В этом случае мы предлагаем самой женщине возможность пройти эти курсы повышения квалификации. А вообще, по каким специальностям, наверное, или по каким направлениям вот сегодня это учение? Чаще всего приходят к вам? Ну, чаще всего мы, конечно, повышаем квалификацию ауповца, так скажем. Так, это кто такие? Это специалисты, служащие. А вот, в этой части. Потому что программное обеспечение и законодательство в этой части чаще всего. Это бухгалтеры, экономисты, это секретари. Это, ну, не секретари, неправильно сказал, медсестры, которые администраторами работают. Все, что связано с программным продуктом, обеспечением, ну, например, 1С-бухгалтерия, или делопроизводство, или новые программные продукты, например, сегодня в медицине, в регистратуре. Вот эти небольшие курсы, недолгосрочные. А сколько они длятся вообще? Ну, в среднем от полутора месяцев до двух, так сказать. А по времени? Ну, если у нее дома маленький ребенок, это час в день, два часа в день? Это интересный вопрос. Значит, мы сейчас вводим вместе с образовательными учреждениями курс, так скажем, обучения без отрыва от детей. Так, это как? Нет, дистанционная одна из форм работы. А при учебных заведениях создаются, так скажем, комнаты для детей, где воспитатель в этот момент, когда учится мама, он здесь же происходит право. Ой, можно просто к вам отправить ребенка в такую комнату? Чему-нибудь научить. Да, вдруг мало ли чего научится. На самом деле, эти курсы не восьмичасовые, конечно. Там, с учетом того, что ребенок маленький и мама за ним заботится, ну, максимум 3-4 часа. Это все с перерывами под конкретных людей, детей. То есть программа сама не многочисленная, как таковая. Потому что, ну, я уже говорил, обязанность это работодатели непосредственно. Поэтому краевой бюджет помогает работодателям в этой части. И планируем, вот у нас по результатам предыдущих анализов, мы запланировали 300 человек. Обычно мы чуть-чуть перевыполняем в связи с тем, что курсы колеблятся и цена, ценовая политика разная. Поэтому вот порядка 400 человек мы в этом году планируем обучить. Ну, вот сколько на данный момент уже мам молодых вот таких прошли через вас? Ну, учатся на сегодняшний момент 200 человек. И порядка 86 закончили и уже приступили на работу вошли. И какие отзывы? Ну, отзывы... Ну, работают? Да, да. Не уволили, да? Да, да, да. Наоборот, эта программа как раз для этого и предназначена. Мама довольна. Николай Николаевич, ну, хорошо. С программой немножко стало понятнее. Если говорить в целом о рынке труда на Кубани сегодня, каких специалистов у нас дефицит, каких не хватает, а каких переизбыток? Вот на сегодняшний момент порядка 42 тысяч вакантных рабочих мест имеется в наличии. Но это немало. Это немало. Порядка 30 тысяч человек ищут работу. Из них официально безработными признаны 17 тысяч человек. То есть... А остальные? А остальные люди, ну, кто ищет работу по-разному. Служба занятости одна из форм. Кто-то ищет самостоятельно, кто-то быстро планирует найти работу и находит ее. Ну, не секрет, цифры все известны. Порядка трех миллионов человек у нас заняты в экономике. 3,2, если не ошибаюсь. Ну, да, да. А вот специальности-то какие? Кто нам нужны? Ну, если говорить о специалистах высшего образования, это не секрет. Не для кого медицина у нас остро испытывает потребность. Это врачи различных специализаций. И в основном это сельская местность. Это педагоги. Кстати, 1 сентября прошло между... И потребность также осталась. Они у нас на втором месте. Потом идут инженеры различных специализаций. Если говорить о тех специалистах, востребованных переизбыток, юристы-экономисты требуются сегодня. И юристы, и экономисты, и бухгалтера. Вместе с тем на одну вакансию претендует порядка 20 человек юристов. Ой, еще чего? Если о рабочих профессиях. Из 40 тысяч вакансий у нас 65% это все-таки специалисты со средним профессиональным образованием. Это строители, каменщики, штукатуры, повара в отрасли потребкооперации. Здесь продавцы. Ну что ж, Николай Николаевич, я очень надеюсь, что вот как раз вас услышали все наши телезрители. И люди, которым предстоит принимать решения за детей, отдадут их все-таки в медицину, в педагогический, либо в какой-нибудь инженерный вуз, чтобы действительно восполнить дефицит кадров на Кубани, а не в юридический и экономический. Да, это верно. Спасибо вам огромное.